Количество онкобольных в нашем регионе растет. Причин тому несколько. Это эмиграция и более частая выявляемость злокачественных опухолей. Впрочем, Дни открытых дверей онкологи Сургутской окружной клинической больницы проводят не поэтому. Таким акциям уже пять лет. Врачи принимают всех желающих по каждому типу рака где-то два раза в год. Первая тройка по самым распространенным локализациям злокачественных опухолей в Югре – это рак молочных желез, легких и колоректальный. В этот раз День открытых дверей посвятили онкологии органов головы и шеи. Согласно статистике, у нас в Сургуте и Сургутском районе состоит, по сравнению с другими локализациями, небольшое число людей. Не буду говорить цифры, но небольшое. Но проблема состоит в том, что пациенты приходят в запущенных формах. Более 60% случаев – это третья-четвертая стадия заболевания. Таким образом пациенты уже лишают себе возможности проведения полноценного лечения, когда можем говорить о том, что опухоль будет излечена полностью. Злокачественные опухоли мозга сюда не входят. Это рак центральной нервной системы. В списке – ротоглотка, носоглотка, гортань, уши, щитовидная железа. Человека могут и должны насторожить нарушение подвижности языка, затруднение при сглатывании, нарушение голоса и его беспричинная осиплость, постоянно заложенные носовые пазухи, нарушение слуха. Как правило, любые язвенные дефекты, инфильтративные дефекты, то есть если есть какая-то патология, которая в течение длительного времени присутствует, то есть, скажем, 3-4 недели у пациента, это уже является поводом для дополнительного дообследования и является фактором риска того, что может быть выявлена злокачественная опухоль. В день открытых дверей онкологи проводят визуальный осмотр тех, кто пришел на прием. Собирают анамнез. В случае подозрений пациента сразу записывают на дообследование. Людей, кстати, приходит много. Только за 2 часа субботы. От ариноларинголог, 2 терапевта и 6 онкологов приняли почти 50 человек. Вместе с тем почти отсутствуют очереди, в которых люди разных возрастов. Все-таки это остаются люди более старшего возраста, люди в определенной социальной категории, которые злоупотребляют алкоголем, табаком, то есть это все-таки их удел. Но в настоящее время есть и молодые люди, которые также страдают этим заболеванием. То есть так можно сказать, что опухоль головы и шеи несколько молодеют. Провоцировать онкологию органов головы и шеи могут как вредные привычки и наследственность, так и вирус папилломы человека. ВПЧ не проявляет себя в организме, но при определенном стечении обстоятельств может сдетонировать. Этот вирус провоцирует не только рак шейки матки у женщин, но и рак гортани. Именно поэтому вакцину от ВПЧ хотят включить национальный календарь прививок и ставить их всем мальчикам и девочкам в возрасте 12-13 лет. Специалисты же призывают население не пренебрегать диспансеризацией. Такими скринингами и акциями вовремя обнаруженную злокачественную опухоль можно вылечить полностью. Следующий день открытых дверей у онкологов в консультативно-диагностической поликлинике пройдет уже осенью. Осмотр будут проводить молочных желез. Рак по линии мамологии является одним из самых распространенных. В Югре он входит в первую тройку, поэтому врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать обследование. Дарья Давыдова, Денис Зонов, Сургут Интерновости.